Жилой комплекс «Первый квартал» состоит из нескольких многоквартирных домов, расположенных на улице Калиновая. Ольга Мефтахова проживает в микрорайоне три с половиной года. В территориальный отдел обратилась с просьбой по замене покрытия на площадке для воркаута, расположенной во дворе. Тренажеры стоят на песке, что создает неудобства для занятий спортом. Первое, что можно сделать, можно посмотреть проектную документацию, можно посмотреть экспертизу и декларацию застройщика. Что там написано? На сегодняшний день, то, что известно мне, у меня есть рабочий проект, в котором как раз написано, что на спортивных площадках должно быть резиновое покрытие, экологически чистое. Точно так же написано в экспертизе, которая просто обязательно должна быть у любого проекта. Второй вопрос касался нехватки парковочных мест. Стоянку жилого комплекса часто используют и соседи из других микрорайонов. Мы приняли решение три дома, Калиновая-1, Калиновая-3, Калиновая-5, собрать общее собрание собственников в каждом доме и принять решение по установке шлагбаумов. Почему? Потому что мы хотим, чтобы на нашей территории парковались только наши жители. От нас очень удобно, первое, выезжать на работу, то есть удобно жителю даже Эко-2, например, видного берега припарковать машину именно вот на этой площадке. Почему? Потому что с утра он прогуляется немножечко, там, 10-15 минут, сядет в машину совершенно спокойно, с нашей парковки попадет на выезд на М4. Все вопросы и предложения выслушала начальник управления архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Вера Попова. У нас с вами большое расстояние до дороги еще в Зеленке. И вот они здесь приходили и просили это использовать, то есть так или иначе под парковочные какие-то карманы они готовы сделать. То есть отдельно с ними поработаем, чтобы для их жителей, или спокойно кто там заезжает, чтобы вас там не трогали, они отбили НБО саму, саму створ дороги остался, и укатали просто все в асфальт остальное, чтобы кто мимоходом едет, заезжал, стоял там свои машины, какой-то, ну, по крайней мере, момент там снятия нехватки мест. Стоит отметить, что это уже не первая встреча жителей по этим темам. Сейчас все вопросы взяли в проработку. Это не первая встреча, которую проводим. Проводит территориальный отдел уже, наверное, третью встречу с представителями-застройщиками, представителями Совета дома по вопросам организации парковочного пространства, по организации вообще, в принципе, внутренних работ по гарантийным обязательствам брусники. Следующую встречу сотрудники терротдела с жителями первого квартала планируют провести в августе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНЭТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!